Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Ну что, вот и наступил 2019 год. Салаты съедены, фейерверки отгремели, куранты отбили и после череды множества видео, посвященных новогоднему декору хочется наконец уже заняться чем-то более полезным. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию очередную мебельную переделку. Я купила в Икеа недорогой сосновый комодик и хочу показать вам, как можно его преобразить при помощи красок и новой фурнитуры. Смотрим! Итак, вскрываем плоскую упаковку, которыми так гордится Икеа и первым делом собираем наш комодик. Это комод Rust, один из самых бюджетных, что есть в Икеа. Конечно, сейчас уже не в той степени, что раньше, но все же. Вот как выглядит наш комод после сборки. Вид у него, конечно, совершенно не притязательный, но мы из него сделаем настоящего красавчика. Давайте приступать! Чтобы сделать фасады поинтереснее, я решила их окантовать декоративным профилем. Я взяла самые простые тонкие прямоугольные рейки 2 сантиметра шириной и напилила их под 45 градусов, так что получились рамочки. Я, как обычно, пользуюсь своей чудо-машиной под названием торцовка. Если для вас напилить рейки под углом проблемы, то, в принципе, с данным профилем можно отрезать и под прямым углом и сложить в рамку. На таком простом прямоугольном профиле это смотрится достаточно эстетично. Кстати, если вдруг вам негде купить прямоугольную рейку, можете использовать обычные деревянные линейки. Хотя, конечно, их понадобится довольно много. После того, как все напилили, выкладываем наши рамочки и приклеиваем поочередно все детали на клей для дерева. Пока клей не схватился, выставите рамочки ровненько, потом будет не исправить. Чтобы все приклеилось ровно и прочно, лучше после того, как клей слегка схватится и деталь уже не будет ползать, положить сверху что-то тяжелое, например, стопку книг. И так оставить на сутки до полного высыхания. После того, как все высохло, беремся за покраску. Первое, что нужно сделать, затонировать комод в насыщенный коричневый тон. Я брала морилку на водной основе. Мой тон назывался палисандр. Наносим морилку на губку и втираем в поверхность. Можно просто налить лужицу морилки и растереть губкой или тряпкой. Цвет кажется очень темным, но после высыхания он сильно посветлеет. После того, как морилка высохнет, беремся за кисть. Нам нужна самая дешевая и жесткая щетинистая кисть, а также нам нужна будет сухая тряпка или салфетка. Начинаем с самого темного тон. Набираем на кисть чуть-чуть темно-серой акриловой краски, вытираем излишки об салфетку и легкими движениями, едва касаясь поверхности, проходимся по нашему комоду. В углах у самых рамочек цвет делаем интенсивнее и растягиваем к середине. Затем берем светло-серый оттенок и повторяем все манипуляции в точно такой же технике. Теперь берем еще более светлый тон, у меня это белоснежный, и проходимся сверху еще раз. Если где-то переборщили, тонируем поверх снова серым тоном. Наслаиваем разные-разные цвета до тех пор, пока результат нас не устроит. Количество оттенков можно брать любое. Можно ограничиться одним серым поверх морилки, можно наоборот взять 4-5 оттенков, тогда тон будет более сложным, богатым и переливающимся, смотря на сколько у вас хватит терпения. Главное, наносить все оттенки нужно очень легкими мазками, создавая как будто дымку на поверхности дерева. Кстати, вы наверное заметили, что белый цвет я не вытираю, а салфетку я беру прямо из банки. Это связано просто с особенностью данной краски. Это была бракованная партия, краска очень густая и плотная, как паста. Ее невозможно даже просто набрать на кисть, как обычный акрил, и просто покрасить ей что-то в белый цвет, например, не получится, придется сильно разводить водой. А вот для такой техники сухой кисти она подходит идеально. Ну а если у вас нормальная человеческая краска, а не как у меня, то также вытирайте кисть от салфетки, как я уже показывала раньше. Для сравнения, вот наш результат до и после. Повторюсь, степень закрашенности вы можете варьировать в зависимости от ваших предпочтений. У меня комодов, как видите, два, и со вторым я повторяю все те же этапы, что и с первым. Темный тон, 1-2 более светлых, при необходимости затемнение в уголках. Возможно, вы обратили внимание, что я не шкурила комоды перед покраской. Я это сделала умышленно, так как хотела их потом состарить, сошлифовав верхний слой. Я, наконец, испытала свой новогодний подарок, новую шлифмашинку. Очень довольна этой малышкой. Благодаря такой форме утюжком очень удобно вышлифовывать всякие труднодоступные уголки. Для мелкой работы это просто замечательный вариант. Ну и то, что она маленькая и легкая, для девочек дополнительный бонус. Пришло время заняться ручками. Сначала я хотела купить ручки тоже в икее, но на два комода общая их стоимость тянула на третий комод. Поэтому я купила на ebay самые дешевые ручки похожей формы, вот такие серебряные. Выбор у них был не богат, и это единственный более-менее подходил. Живой цвет их мне не понравился. На фоне винтажной и состаренной поверхности они смотрелись как-то чужеродно, поэтому я решила их состарить. Наверняка есть специальные составы для чернения металла, но у меня ничего такого в запасах не нашлось, зато нашелся баллончик черной краски. Я решила слегка задуть краской бока ручек. Взяла баллончик и прошлась с краев. К сожалению, краска распылялась капельками, а не мелким распылом, возможно от холода. Поэтому легла пятнышками, к тому же все-таки ручки получились темноваты. Да, придется все смывать, подумала я. Взяла растворитель, начала оттирать, и о чудо! Вместо дешевой китайской жестянки у меня в руках оказалась ручка, как на мебели в каком-нибудь дорогущем иностранном интерьерном мебельном. Так что я взяла губку, нанесла на нее немного растворителя и промакивающими движениями сняла лишнюю краску со всех ручек. Растворенная краска затекла в микротрещинке на поверхности металла и осталась в углублениях. Получился очень аутентичный вид старых ручек. Мне они в итоге даже больше и киевских нравятся. Так вот, совершенно случайно я придумала новый способ состаривания металлической фурнитуры, на случай, если у вас нет специальной патины. Думаю, что с любой нитрокраской или эмалью черного цвета можно его попробовать. Растворитель я брала 646, он подходит для любых эмалей. И еще момент, если фурнитура будет интенсивно использоваться, то лучше, конечно, покрыть ее сверху прозрачным нитро- или полиуретановым лаком, чтобы защитить краску. Комодики после сошкуривания получились на мой вкус чуть темноваты, поэтому финишный слой я сделала не прозрачным, а прозрачно-светло-серым. Я взяла глизаль. В данном случае можно и любой акриловый лак, которым вы обычно покрываете дерево. Я, например, люблю на мебели матовый или сатиновый финиш. И глизаль я добавила немного белой и серой краски. Кстати, вот тут вы видите консистенцию моей белой краски, да? Соотношение на глазок. Попробуйте где-то на незаметном участке, насколько плотно или наоборот прозрачно получается. У меня вышло где-то 1 к 4, то есть на 4 части лака или глизаль и 1 часть краски. И вот этой малоаппетитного цвета субстанции мы покрываем нашей комодой. Опять же, если итоговый оттенок поверхности вас устраивает, вы можете покрыть и прозрачным лаком. Мне же хотелось чуть смягчить переходы цветов. Возможно, это было даже избыточно, но лаком все равно покрывать надо, так что почему было бы и не добавить легкую серую дымку сверху. Кстати, здесь берите уже другую кисть. Максимально мягкую, с тонким и нежным ворсом, который не будет оставлять следов от щетинок. И растягивайте лак тонким слоем, чтобы получилось гладкое покрытие без потеков. После того, как лак высохнет, можно прикручивать ручки. Мне нужно было прикрутить 12 штук, и чтобы не мучиться с разметкой, я сделала шаблон. Вырезала из гофрокартона прямоугольник по размеру передней стенки ящика, чтобы как раз вставал между рейками. Сложила пополам, приложила ручку в нужном месте, обвела и вырезала канцелярским ножом, прорезая оба слоя картона. И теперь мы просто вкладываем шаблон в стенку ящика, вкладываем ручки в прорези и прикручиваем. Снимаем шаблон, и вуаля, наш комод готов! Снимаем шаблон, и вуаля, наш комод. Ну что, согласитесь, что после всех манипуляций наши простенькие сосновые комоды стало не узнать. Их уже не стыдно поставить, например, в спальню в качестве прикроватных тумбочек. Ну или использовать по прямому назначению, как комода для хранения. Я планирую их использовать для хранения своих рукодельных запасов. Как вы догадываетесь, у меня их огромное количество. И в следующих видео я продолжу показывать вам, как я организовала хранение своих материалов и принадлежностей для рукоделия. Так что, если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик под видео, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Впереди еще масса всего интересного. Ну а на сегодня все. Всем пока!